Поздравляем вас! Спасибо огромное! Донор к этому шел, но с удовольствием! Спасибо вашему медицинскому персоналу огромное! Очень заботливые, внимательные, вообще молодцы, супер! Спасибо вам! Спасибо огромное! Ура! Ура! Михаил Матвеев, директор комплексного досугового центра «Навигатор», стал почетным донором России. Он начал сдавать кровь 8 лет назад и не смог остановиться. За это время Михаил сдал кровь 42 раза. В округе он известен и другими добрыми делами. Его гражданская позиция – прекрасный пример для молодежи. Привела меня сюда Елена Валентиновна Ткаченко, Красный Крест. И мне это пошло-пошло, и мне в итоге захотелось стать почетным донором России. И это была моя цель, которая у меня сейчас достигнута. Но еще я знаю, что у нас с этой станции переливальной крови, Щелковской, много крови уходит у нас в перинатальный центр, который расположен в Щелковском районе. Перинатальный центр большой, крови требуется и необходимо много. Поэтому мне приятно, что моя кровь кому-то помогает, и меня это в душе радует. Как чувствуете себя после кровоотдачи? После кровоотдачи чувствую себя великолепно, улучшается настроение у меня. Стать почетным донором, как Михаил, может любой здоровый человек старше 18 лет. У донорства есть абсолютные и временные противопоказания. Абсолютные – это хронические заболевания и вес. Никогда не может быть донором человек, который болеет чем-то серьезным или заразным. Например, гепатитом или туберкулезом. Нельзя быть донором тем, кто весит меньше 50 кг. К временным противопоказаниям относятся сезонные заболевания, такие как грипп и ОРВИ, прием анальгетиков и даже пирсинг. Мужчины могут сдавать кровь 5 раз в год, женщины – 4. Существует определенная подготовка к процедуре донации. Например, на ночь и утром нельзя из жирной пищи употреблять алкоголь. Подробнее о подготовке можно узнать на сайте службы Крови России. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Мы тоже решили последовать примеру Михаила и сдать кровь. Я тоже заразилась общим энтузиазмом, приятной атмосферой, которая здесь царит. И тоже решила сдать кровь. Сегодня я буду сдавать ее в первый раз. Покажу вам, как все происходит. Сейчас я заполняю документы, потом пойду сдавать кровь из пальца, ну и сдам кровь. Атмосфера в центре переливания, что называется, располагает. Здесь приветливый персонал. Мы познакомились с теми, кто, как и я, сдавал кровь впервые. И с теми, кто делает это уже давно. Я раздаю кровь. Почему? Что вас не происходит? Вот только недавно вернулся с армии. По примеру отца он начал сдавать кровь. Я решил тоже сделать что-то хорошее, какие-то хорошие поступки надо делать. И решил просто, по примеру отца, тоже сдавать кровь, стать почетным донором. Сегодня 22-й раз. Ну, это моя позиция такая. У меня кровь редкая достаточно, а вторая отрицательная. Я считаю, если я могу, и это позволяет здоровью, я должна делиться. И мне кажется, это помогает людям. Процедура оформления достаточно простая. В регистратуре нужно заполнить анкету, затем сдать анализ на определение группы крови и уровня гемоглобина. Вторая класа, 9. После определения группы крови и уровня гемоглобина проходим на медицинский осмотр. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Мне сегодня, кто-то, у нас тоже сдаёт кровь. Мы внимательно спрашиваем. Значит, есть ли у вас неперевносимость воздухоты? Взвешивание, измерение давления, осмотр врача, уточняющие вопросы. Если всё хорошо, можно проходить на проведение процедуры. Перед ней желательно выпить горячий сладкий чай. Этот напиток поспособствует быстрой кровоотдаче. Забор крови длится от 5 до 10 минут. Мой показатель 4,62. Чувствую себя хорошо, немножко кружится голова. Но это даже не то, что головокружение, это просто какое-то такое лёгкое чувство эйфории, как и говорили предыдущие доноры, с которыми мы общались, говорили, что вам понравится. Мне действительно понравилось, и никаких перемоганий я не чувствовала. Приятные бонусы. Каждому донору в день сдачи крови, если это рабочий день, положен выходной, и компенсация питания – 998 рублей. В торжественный момент мы получили деньги. Очень приятно. Те, кто готовится стать в ряды доноров, они должны знать, что наш центр работает с понедельника по пятницу с 8 часов времени приёма до часу дня. Донорская кровь нужна всегда. Те компоненты крови, которые мы заготавливаем, они, значит, все уходят у нас в лечебные учреждения нашего района. Так что потребность у них большая, потому что у нас есть и хирургические отделения, и гинекологические отделения, большой перинатальный центр. А тем, кто сомневается и не знает, с чего начать свой донорский путь, почётный донор России рекомендует следующее. Я считаю, что кто хочет или кто переживает о сдаче крови и кровоотдаче, я считаю, что нужно первый раз попробовать, посмотреть, как это работает, посмотреть, какая у нас замечательная станция преливания крови, какой у нас отзывчивый медицинский персонал, как с вами здесь будут культурно, вежливо обходиться. Все препараты и всё оборудование, которое здесь есть, оно высокого качества. Это не больно, это быстро, это комфортно. И по итогу, вот, например, 8 лет у меня заняло, ты достигаешь какой-то цели. Я считаю, что это положительно. Не надо сомневаться, надо прийти один раз попробовать и уже потом понять, нужно тебе это или нет, и посмотреть, как ты будешь воспринимать это для общества, свою кровоотдачу, что ты чем-то поделился с обществом, взял какое-то полезное, хорошее, доброе дело. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.